начнем обычно у нас занятия будут работать на чем строится работа с вниманием будем переключать их между шестью каналом восприятия сегодня прям на сегодня и дальше в дальнейших занятиях хочу сделать это такой прям основой основой основным контекстом как мы работаем с собой мы распознаем все что случается можно так назвать в этих шести каналах восприятия то есть то что мы видим слышим переживаем через разные вот эти каналы и это может быть таким фреймом нашей практике в целом нашим контекстом и куда мы обращаем внимание на что мы обращаем внимание и можем делать это по очереди можем делать это объемно давайте прямо сейчас это и начнем у нас есть визуальные объекты какие-то можем обвести взглядом пространство в котором мы находимся и увидеть его и прямо найти как-то поприкасаться с вниманием сначала границам пространство есть потолок стены пол окна если они есть в зоне видимости продлить взгляд в окно если опять же это возможно дверь увидите она продолжить осматривать пространство встречаясь с какими-то разными объектами с разными цветами формами встречаясь взглядом с ними какие-то большие объекты большая мебель плоскости просто вот это эти границ этого пространства какие-то совсем мелкие предметы объекты которые встречаются вам на пути вашего взгляда хорошо затем можем как-то немножко отпустить взгляд увидеть все пространство сразу осознать это почувствовать как-то давайте послушаем вот можете закрыть глаза можете оставить их открытыми но мы можем переключить именно переключить внимание на слуховой канал и послушать просто распознавая что происходит в аудиальном слуховом канале какие события какие феномены возникают там мы ничего не делаем с этим вот просто звуки возникают для отца исчезают какие-то для отца постоянно как такой фон может быть но даже если это фоновый звук все равно скорее всего в нем есть какие-то изменения какие-то звуки как мой голос возникает исчезают снова возникает может быть окей вот мы выглянули в это окно вот мы можем использовать эту метафору окон шести окон восприятие визуальный выглянули в аудиальный в слуховой давайте почувствуем тело целом как вы переживаете себя сейчас телесно можно тактильно дотронуться почувствовать можно просто почувствовать себя в теле какие-то ощущения внутри вот такие эстетический канал свою позу осознать еще одно окно как я теле как я чувствую себя телом как тело касается чего-то внешнего вот воздуха так кожа касается кожа касается одежды их местах как воздух затекает в нос или рот во время дыхания и дальше можем почувствовать аромат принюхаться даже если его нет никакого аромата распознаваемого вами сейчас если мы просто начнем как-то внюхиваться чувствоваться слушаться через обоняние мир запахов ароматов и может быть могут быть явными могут быть едва заметные могут быть совсем незаметным тем не менее можем осознать этот канал что он существует выглянуть в это окно обонятельное окно хорошо еще один значит канал еще одно окно можем почувствовать привкус во рту есть сейчас какой-то привкус специфический или нет там просто может быть слюна во рту поводить языком можем по не оба там по стенкам по щекам по стенкам внутри рта еще одно окно наконец шестое окно которое предлагает буддизм тот как я сейчас целом какие у меня есть переживания текущие эмоциональное состояние какое вообще в целом мое состояние как оно там сейчас яркое какое-то ясное или мутное сонное или пробужденное какой-то набор чувств может быть есть какие мысли возникают если они есть если они возникают вот это то что можем выделить как отдельное окно и это очень важно каково наше отношение к тому когда мы выглядываем в эти окна вот визуальный можем опять так очень быстро визуальный идеальный обонятельный вкусовой тактильный кинестический и вот этот тот который выглядывает в мир мыслей чувств переживаний внутренних если такая же большая разница в них когда вы смотритесь в эти окна какие-то из них мы переживаем как направлены во внешний мир какие-то во внутренний мир такая же большая разница когда вы просто смотрите в окна есть вопрос кто смотрит возникает дальше мы будем использовать это как основной фрейм в основную практику фактически переключение внимания в эти каналы в эти как будто выглядывая в эти окна по очереди или иногда собирая это вместе и когда мы это делаем когда мы предлагаем себе такое вот путешествие мы можем распознавать как это влияет на нас хорошо давайте еще раз просто я смотрю пока я вот говорил еще добавляются тут не слышал начало давайте я буду как повторять какие-то вещи сейчас мы снова снова можем посмотреть в окно визуального канала оглядеться пространство еще раз увидеть его и мы будем делать неоднократно возвращаться как из одного окна в другое смотрятся вот окно визуального канала окно восприятия и можем видеть опять стены потолок пол и слева в замкнутом пространстве и в то же время окна как выход из этого замкнутого пространства двери как выход все это можем увидеть почувствовать себя в пространстве хорошо вот это одно окно еще раз можем послушать добавив как бы еще это окно на послушать мир вокруг себя а теперь чуть больше пойдем в тело вот к этому окно физического физических ощущений как касающихся внешнего мира через тактильные эти ощущения так и тоже вот то что можем назвать внутренними ощущениями телесными кинестетические ощущения и дальше проделаем некоторое количество упражнений для того чтобы вот эти ощущения чуть больше как-то проявить начнем мы просто с позы и можем сидеть или стоять предлагаю вот основные базовые эти позы и в этих позах нам важно чувство опоры можем осознать сейчас прямо и прямой позвоночник чувство от этого вырастания вверх и такой внутренней прямоты окей вот эти два фактора затем можем еще раз почувствовать как сейчас как вот если мы откроем вот это шестое окно какое общее переживание общее состояние как бы вы его характеризовали можете прямо назвать с кими-то словами или одним словом как вы сейчас себя чувствуете очень важно делать это отметки как я сейчас для того чтобы замечать как я меняюсь как состояние меняется процессе от наших этих маленьких упражнений давайте начнем затем сжимать руки в кулаки сжимать 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 сильнее 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 дойдем доведем это до дрожи прям руки могут чуть задрожать еще чуть-чуть и потом отпустим почувствуйте меняется ли сейчас дыхание обратите на это внимание что происходит с руками если они захотят как-то подвигаться после этого пусть подвигаются потом начнем растягивать руки в ладони за пальцами тоже сильнее 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 доведем это до максимума и отпустим 5 влияет ли это как-то на дыхание когда вы отпускаете что происходит с руками сейчас хотят ли они двигаться если хотят можем позволять этому движению случаться происходить хорошо затем начнем опять растягивать и вот это растягивание пальцев уводит руки по диагонали вверх и можем потянуться 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 за руками еще дальше еще дальше и затем подключить другие конечности макушка головы за ней вытягиваться копчик за ним вытягиваться и ноги если вы можете их вытянуть то вытягивать если вы стоите то они как бы уходят как будто в землю если вы сидите сложив ноги как я то можем тянуться за коленями и вот у нас есть все эти конечности за которые мы вытягиваемся от живота центра еще немножко доходя до предела вытягивание можем обнаружить что есть еще куда-то от живота от пупка хорошо и в конце еще можем вытянуть как бы растянуть все лицо и вытащить глаза и язык еще и потом отпустим да если голос такой стон появляется хорошо если нет то просто дыханием можем почувствовать что происходит в лице в шее горле плечах по всей передней линии тела грудь живот солнечное сплетение пах что происходит в спине как дышится сейчас как дыхание меняется мгновение за мгновением а теперь начнем сжиматься начнем опять с кулаков сожмем их сожмем сожмем сильно сильной и пойдет поведем это напряжение дальше в предплечье в плечи затем руки прижмем к себе плечи вожмем сожмем все лицо все мышцы лица максимально максимально и дальше начнем сжиматься к пупку втянем промежность ягодицы сожмем максимально ноги и все все тело как бы в одну точку сожмем до максимум до дрожи и потом отпустим в какой-то момент откройте глаза пошире сейчас если даже не как-то стремятся закрыться открывайте их и можем дышать глубже просто позволяя дыханию дышаться как оно дышится чувствуешь что меняется в лице плечах на клетке животе ягодицах промежности ногах руках как дышится как дыхание постепенно приходит как-то успокаивается опять мы можем посмотреть визуальный канал в этот в это окно вот дайте я буду эту метафору с окнами шести окнами дальше использовать вот мы переключаем внимание из одного канала в другой переходя как будто бы от одного окна к другому вот визуальное окно что из него видно сейчас вашу комнату ваше какое-то пространство ваши вещи и как вы себя сейчас чувствуете если мы тут же переключим внимание на другой канал перейдем к другому окно телесным как теле сейчас при этом все остальные окна не тоже где-то есть можем слышать звуки во рту вкус может меняться может быть запах чувствуется или не чувствуется аромат какие-то и ваше общее состояние шестое окно как меняется какие мысли приходят или не приходят какие чувства меняются дайте еще немножко по сжимаем отдельные мышцы тела начнем с ягодиц ягодицы сожмем прямо сильно сильно втянем промежность живот чуть-чуть наверняка подтянется но основа вот этого сжатия втягивания этой на промежность ягодиц еще сильнее может быть дрожит у меня например дрожь начинает куда-то вверх оттуда подниматься и потом отпустим если происходит этот глубокий вдох после этого хорошо если не происходит тоже нормально но просто понаблюдать как дыхание меняется и какие ощущения сейчас вот от соприкосновения таза с опорой когда ягодицы могут усесться плотнее я сейчас это говорю про тех кто сидит если вы делали это стоято может быть у вас в ощущении в ногах меняется и ощущение плотности контакта с опорой через стопы хорошо затем поднимем плечи поднимем их как это вожмем есть такое слово не знаю в общем поднимем плечи и втянем вот втянем есть такое слово втянем голову в плечи прям уши туда плечи к ушам и еще еще сильнее сильнее прям сожмем вот все это переход шеи в плечи опять до дрожи может быть голова затрясется плечи задрожат руки и потом отпустим в какой-то момент если голова потом захочет подвигаться как-то шея как сейчас дышится как чувствуется этот переход шеи в плечи может быть что-то потихонечку там освобождается теперь то же самое делаем с лицом сожмем сожмем все мышцы как можно сильнее и тоже доведите до дрожи чтобы голова затряслась и в этом отпустим опять глаза откроем бывает что их начинает как-то как-то резкость как-то меняться откроем их почувствуем кожу лица мышцы лица как сейчас они ищутся как дышится сейчас хорошо затем начнем по обратно растягивать опять растягивать так в в обратную сторону все мышцы лица натягивать как бы глаза здесь так вытаращиваются и в конце язык высовывать и опять отпустим почувствуем мышцы кожи лица как сейчас они ощущаются глаза мышцы округлаз как дышится сейчас как язык чувствуется челюсть давайте чуть подвигаем челюстью прямо из стороны в сторону вверх вниз такие движения разные а потом подкручиваем еще больше разных мышц лица и погремасничаем немножко по сякому можно получить удовольствие от гримасничать в детстве же делали это наверняка и ведь это был приятный не сейчас можно тоже размять все эти мышцы окей потом отпустим мышцы лица почувствуем как они сейчас чувствуется кожа мышцы лица как дышится сейчас окей еще раз сейчас давайте сделаем растягивание всем телом это начнем с пальцев те растягивая пальцы ладони во все стороны опять начнем водить руки по диагонали и вот сейчас может быть это растягивание будет немножко другим почувствуется помните что растягиваемся мы от пупка тягиваемся за руками за ногами там где у них есть конечности ног стопы или колени зависимости от вашего положения макушка головы копчик и вот затягиваемся за всеми этими конечностями еще немножко помните от 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 пупка и потом лицо тоже начинает растягиваться все глаза вытаращиваться в конце язык еще высовывается вот пупка и потом отпустим не закрывайте глаз позволите быть широко открытыми пусть дыхание движется как оно хочет сейчас можем чувствовать что происходит в лице шеи в плечах по всей передней линии тела по всей спине в ягодицах ногах в руках сейчас давайте начнем стряхивать с рук вот с кистей рук как будто бы стряхивая там воду или что-то такое может неприятное в этом проведем эту тряску дальше по рукам в плечи плечами подвижем подвигаем как цыганочку такую станцуем потом голова и дальше вниз по телу вот как как вы можете сейчас протрястись протрясти все участки поднимая эту тряску снова туда к рукам в голове потом опуская вниз проходя несколько раз такими волнами по всему телу включая их там с разной амплитуды протряхивая с разной скоростью с разным ритмом вспоминаю то об одной части тела то другой хорошо и отпустим опять позволим дыханию восстановиться так как она захочет восстанавливаться как дышится сейчас что меняется в теле может быть ощущение температуры как волны тепла и холода проходит может еще что то опять мы можем выглянуть в окно визуальное визуальный канал посмотреть снова в пространство как сейчас оно видится каждый раз мы можем замечать маленькие изменения восприятия как слышится сейчас пространство может быть опять понюхать воздух почувствовать вкус во рту снова проверить то что мы за внутренним состоянием в это окно как бы так посмотреть тоже каждый раз вглядываясь в поочередно в эти окна восприятия мы можем обнаруживать маленькие изменения если если обнаруживается здесь мы стараемся просто замечать то что есть обычно что-то меняется хорошо что мы сделаем дальше давайте дальше еще немножко по взаимодействию с визуальным каналом как мы это обычно делаем когда мы начинаем рассматривать отдельные объекты встречаясь с ними встречаясь в виде их цвета формы также сразу может быть какую-то историю связанную с ними то есть их функции вот у меня тут я постоянно говорю об этом радиаторе который меня передо мной просто стоит вот я увижу на нем есть лампочка горит электрический радиатор он греет меня да у него есть функциональность очень важно сейчас в холодное время года и когда я смотрю на него вот у меня есть цвет серенький такой у него есть форма определенная эстетически он приятный эстетически так хорошо сделан дизайн у него хороший и вот есть эта функция тепла который меня обеспечивает когда я все на все это смотрю когда я вспоминаю все это здесь какие-то вот эти несколько как будто окон восприятия они могут соединиться вот есть визуальный вот есть тепло которое как чувствует актив физически есть история история где существует моя история вот в этом шестом канале да и мои мысли про это мои чувства мои переживания вот это сейчас все как-то здесь соединяется я могу отнестись к этому радиатору с чувством благодарности вспомнить что благодарность это не просто чувство по умолчанию или какое-то возникающие спонтанно она может спонтанно возникает переживание но это то что как я могу отнестись к чему-то прям специально я могу сказать спасибо этой вещи за ее заботу обо мне может быть людям которые ее делали которые придумали ее вот это происходящее исходящее из моего внутреннего мира внутреннего понимания здесь я могу эту благодарность как отношения создать прямо и опять тогда мы можем почувствовать а влияет ли переживание благодарность когда я его создаю на общее переживание которое просто возникает вот вопрос такой к нашему внутреннему исследованию и так мы можем погулять вниманием по разным объектам встречаясь с ними какое-то время задерживаясь в виде просто их формы цвет и благодарить за то что они делают для нас вот лампочка которая дает мне свет вот чашка которая поит меня и дает мне какое-то эстетическое переживание связано с ней вот компьютер который соединяет меня с людьми так далее мы можем пройти по разным объектам просто так вот спонтанно встречаясь с ними неожиданно может быть взгляд может падать на что-то тогда можем благодарить а затем в какой-то момент давайте подключим тактильный контакт если что-то есть рядом с вами наверняка вы же не в вакууме что-то не что-нибудь есть до чего можете дотянуться дотронуться вот я сейчас решил до чайника он остывает был горячий совсем сейчас теплый я его трогаю теплый я об него греюсь и вот все все мои воспоминания чайники они сейчас присутствуют прямо сейчас здесь мои отношения с ним даже не только с этим чайником конкретно может быть все чайники моей жизни вдруг предстали передо мной я могу поблагодарить его и все чайники моей жизни всех людей которые воспроизвели эти чайники спасибо вам я могу пить чай на протяжении всей моей жизни спасибо вот так повзаимодействовать с разными объектами можем касаясь их взглядом касаясь их руками и специально благодаря их за проявленную заботу через них действительно каких-то может быть людей каких-то существ других которые поучаствовали в том чтобы у вас это появилось может быть себя за то что вы обеспечили себя этим тоже вы соучастник всего этого участница хорошо давайте сейчас отпустим вот последний объект с которым взаимодействовали сейчас всегда можно к этому возвращаться я считаю это хорошим таким упражнением на внимательности на специфическое отношение с миром и сейчас давайте опять посмотрим широко так увидим все пространство сразу это после вот этой маленькой работы с этими объектами как вы сейчас переживаете себя в этом пространстве может быть она становится чуть более таким живым каким-то вот знаете окруженно когда мы можем чувствовать окруженными заботой но и когда мы сами заботимся об этом пространстве об этих объектах они о нас такой взаимной забота может быть хорошо и затем дать снова к телу придем положим руки на лицо почувствуем просто руками кожу мышцы потом начнем как так обдавливать чуть-чуть продавливать чувствуя чувствуя сначала лицо потом пройдем по голове как бы знаете так обминая как будто бы формой из глины или там из пластилина и дальше шея горло руки по очереди понятно каждую руку и когда мы так делаем мы можем чувствовать в границе тела и плотность тела что она плотно в разных местах там разной плотности где-то мягче где-то и дальше пройдем по всему телу в спину там где можете достать это может быть где-то тыльными сторонами ладони где-то в общем так как-то по-разному все еще тело дальше вниз там ягодицы пахсина и по ногам обдавливающие движение щупывающие обдавливающие как будто мы сообщаем форму или напоминаем форму тела ему самому и дойдем до стопы стопы тоже хорошо так хорошо бы сейчас так промять немножко каждую стопу ржавить их и промять окей так вот немножко почувствовали как-то эти границы плотности вот как вы сейчас себя чувствуете после этого границах своего тела затем еще такой дать проглаживающее движение вот опять положим голову руки наверх головы и с выдохом по передней линии тела прямо до самого низа которого достаете до колена если достаете или там до стопа если еще лучше и опять с длинным выдохом такой длинная волна по всему телу проглаживание достаточно плотного такого проглаживания несколько раз три четыре пять и потом положим руки на живот на живот с двух сторон или как сверху и снизу и просто почувствуем сначала как живут лежит в руках а можем сильно как будто отдать дать живот рукам то есть немножко так его отпустить вывалить слегка отпустить не втягивать потом чуть-чуть подышать так немножко расширяя расширяя стенку живота на вдохе выталкивая слегка без сильного напряжения на выдохе отпуска позволяя ему как-то немножко расслабляться живот не втягивая силой а просто пуска на вдохе опять слегка так как-то выпучивая на вдохе отпуска если дыхание еще как-то начинает меняться само там какой-то бывает вдох такой вот все грудью возникает хорошо вообще просто следуйте за изменениями естественно дыхание затем прогладим по животу по часовой стрелке несколько раз таких проглаживающих движений круговых потом опять просто подержим живот немножко руками ничего с ним не делаю просто чувствую дальше положить руки как вам удобно положите их либо под животом лодочкой либо коленях как-то главное чтобы они спокойно лежали и вот сейчас я предлагаю если вы стояли то предлагаю сесть на самом деле это вы решаете как может быть и стоя вам иметь смысл если вы хотите дальше опять же я предложу в какой-то закрыть глаза вы решаете сами держать их открытыми или закрывать или иногда закрывать и открывать как как вы захотите и пойдем сейчас более такой созерцательную часть практики но в любом случае мы продолжаем работу с вниманием внимание это основа нашей практики давайте опять сначала посмотрим визуальное поле выглянем вот в это окно визуального канала еще раз заметим пространство как как она видится сейчас и затем позволим глазам закрыться в какой-то момент и отметим изменения сразу же когда визуальный канал ушел когда это окно закрылось на время то какие окна начинают открываться тело становится более заметным какие-то ощущения тела может быть запахи может быть звуки может быть внутренние состояния переживания может быть мысли может быть то одно то другое то третье как хаотично достаточно и вот главное что можем это замечать что окна окнами но есть кто-то кто смотрит в них в том числе в окно где есть внутренние состояния переживания мы не обязаны даже дистивляться с ними на сто процентов но и не сепарироваться с ними это и мы и не мы одновременно хорошо давайте сделаем глубокий вдох почувствуем это через это окно снова телесную составляющую опыта несколько дыхательных циклов таким более глубоким дыханием затем опустим внимание в точке опоры таз давайте чтобы почувствовать это лучше еще раз сожмем таз сожмем ягодицы мышцы промежности втянем сильно 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 все это сожмем и потом отпустим почувствуем как вот по контрасту как тело усаживается сразу же плотняется контакт мышцы могут расслабляться ягодицы будут растекаться по этой поверхности поверхность может принимать нас в ряда я здесь и тебе держу ты можешь опереться на меня и мы можем опереться как сейчас дышится этим спина можем почувствовать ее всю этот вот вытяжение за макушкой как будто бы к макушке привязанной ниточкой и кто-то мягко вытягивается эту ниточку вся спина вытягивается тогда как вот это ощущается как это переживается когда голова мягко всплывает вверх вытягивается оба шею плечи стекают вниз вся спина вытягивается весь позвоночник тут может быть большая легкость возникает во всей верхней части тела как это переживается как дышится сейчас затем если мы вернем себе нижнюю часть и вот это ощущение веса и опоры и тяжести внизу и как будто растянем внимание между ними между тяжестью внизу и легкостью вверху и покачаемся вперед-назад чтобы найти почувствовать вертикальность тела действительно вертикальное положение и соберем это все вместе три элемента в одном в один пусть они уравновеситься равновесия друг друга договорятся друг с другом стойчиво снизу легкость вверху и прямой позвоночник все три элемента затем пройдем по зонам тела сейчас после всех упражнений надеюсь как-то чувствуете его немножко лучше мы все равно пройдем касаясь разных участков тела вниманием глаза и мышцы округ глаз и пространство за глазами нижняя челюсть если мы и отпустим позволим повиснуть зубом рожаться язык во рту и все лицо кожи мышцы и затылок шеи плечи плечи могут потечь вниз руки как они спокойно лежат сейчас спина как она дышит дыхание спине может быть особым таким переживанием дыхание текущей в спине потом снова лицо, челюсть, горло, грудная клетка, живот пах, промежность, таз ноги от изобедренных суставов к стопам и все тело целиком в этой позе в этой форме нашего сидения наполним заполним все тело знаете как вот как рука входит в перчатку также внимание может наполнить все тело можем чувствовать цельность цельность этой позы цельность нашего сидения как процесса и все ощущения могут просто течь двигаться какие-то из них приятные, какие-то не очень, какие-то совсем неприятные тем не менее мы можем с ними быть как просто возникающими, глящимися, исчезающими, трансформирующимися какими-то феноменами, какими-то потоками ощущений и один из таких заметных потоков это дыхание давайте немножко побудем со своим дыханием если мы возьмем всего лишь один вдох и выдох такой цикл один дыхательный цикл начнем чувствуется во-первых, где нам удобно быть со своим дыханием куда удобно возвращаться, если внимание от него отвлеклось это может быть ощущение в ноздрях это может быть ощущение в грудной клетке, в животе или в спине вот если многие говорят, что в спине они обнаруживают дыхание это очень как-то хорошо ощущается вот как вам сейчас, вот прямо сейчас, удобнее быть со своим дыханием может быть со всем потоком дыхания вот как тело дышит вообще чувствуется, как тело дышит, как целое может быть как-то локально где-то и вот это удобство быть со своим дыханием оно может быть становиться таким фокусом нашего внимания где удобнее, где это хорошо удобнее вернуться, возвращаясь к дыханию, как домой в такое уютное место в себе, в своей жизни в свое дыхание это один аспект, удобство дыхания и бытия с ним и в нем второй аспект это такие, как бы сказать, вкусовые ощущения дыхания и когда мы распознаем оттенки дыхательного опыта как переживается вдох можем ли мы поймать даже какое-то удовольствие какой-то приятность от наполняющего нас духа как переживается выдох, когда все отпускается вдох и выдох разные оттенки опыта и может быть разные оттенки специфического удовольствия бывает, что еще наступает пауза после выдоха и как переживается она тогда можем вот на эти два аспекта обращать внимание сейчас где удобно как чувствуется вдох выдох пауза где вы можете найти свою какую-то приятность удовольствие может быть в каждом из этих элементов а может быть в чем-то больше и тогда чуть больше туда погружаться большего вдоха больше выдох или больше паузу если мы возьмем сетен только один единственный вдох по будем с ним как следует когда он заканчивается начинается следующий дыхательный цикл и можем побыть с ним когда есть только одно дыхание если внимание отвлекается на что-то еще на мысли это другое окно его оттягивает куда-то затягивает это нормально нормально но когда вы вспоминаете себя там в том опыте то у вас всегда есть верну к чему вернуться к дыханию вот прямо сейчас и тогда просто немедленно возвращайтесь немедленно сразу же но это следующее несколько там мгновение может минутку посидим вот так чувствуя и как бы смакуя свое дыхание переживая его всей полноте сколько возможно если дыхание меняется на порой хочется сделать глубокий вдох то можно просто следующее следовать за этим если он затихает и уходит как бы практически исчезает тоже нормальное можем быть с этим можем быть с любыми изменениями дыхания поддерживать просто его как оно есть чуть-чуть мы и надеюсь как-то укоренились в дыхании и можем осознать также а повлияло ли это как-то на нас вот это минутка проведенная с дыханием несколько уже минут получается две-три может быть повлияло ли это как-то на вас в целом на общее состояние общее переживание себя давайте сейчас пойдем в большее такое расширение вот как бы как будто открывая все окна восприятия одно за другим проветривая вот эту внутреннюю комнату открывая все окна по очереди соединяя их в какой-то объем восприятия вот первое с чем мы начинаем где мы уже есть это больше степени в теле телесных ощущениях то что мы можем но такие эстетические тактильные когда мы можем чувствовать как например кожа что касается одежды воздуха и внутренние эстетические ощущения там разные дыхания вот какие-то тепло или покалывания плотность или мягкость и так далее тут же можем вспомнить о вкусовых ощущениях как сейчас во рту там просто ощущение там дина слюнал еще что-то не обязательно что-то прям ярко проявлены запах аромат с ним и среди ним еще пациент присоединим сюда этот канал чувствуется или не чувствуется неважно главное что мы больше обращаем внимание в этот канал стараемся создать объем как не теряя предыдущего просто добавляем следующий затем слух мы можем просто послушать как мир звучит вокруг и со слухом давайте проведем такой трюк маленький если мы начнем слушать расширяя это слушание дальше и дальше в пространство открываясь все большим и большим пространство куда-то уводя своем воображении слушания за горизонт куда-то к небу бесконечности если мы слушаем так воображаем что слушаем так то влияет ли это как-то на вас сейчас на ваше общее переживание себя при этом если мы не теряем дыхание ощущение тела и самый последний точнее предпоследний канал это визуальный мы его откроем приоткроем глаза и просто посмотрим ни на чем особо не фокусируя специально если фокусируя не происходит естественным образом на каком-то объекте позволяете этому происходить но потом можем отпускать взгляд вот если у нас открыты все каналы восприятия от этих внешнего мира во внешний мир так сказать слышишь слушание видение чувство нераматов чувство не тело это какое-то такое частично внутренне частично внешне наконец шестой канал это общее состояние или и в которых включают мысли и эмоции чувства переживания вот все эти каналы если они равнозначны в нашем отношении к ним если мы просто побудем так открытыми просто замечая что происходит от мгновения к мгновению можем замечать время текущее через нас через эти каналы восприятия события происходящие слуховом канале физическом телесном визуальном в том где меняются переживания чувства состояния мысли приходят и уходят давайте минутку посидим так просто побудем с тем как оно есть все как все есть как все меняется мы можем замечать как какие-то моменты какой-то канал становится доминирующим то вас может привлекать больше звук то зрение то мысли захватывать но это нормально то если мысли захватывает мы часто начинаем бороться с этим коктейля сопротивляться этому мы можем воспринимать это как очередной звук как очередной запах как просто картинка которую мы видим в тот момент когда вы распознаете что вы захвачены какой-то мысль или чувством или мысль чувством возвращайтесь просто к этому открытому восприятию через разные каналы разные окна хорошо если сейчас вас глаза открыты то можем сейчас закрыть на какое-то время опять если для вас это уместно если не хотите закрывать то оставьте их открытыми потом можем положить руки одну на живот другую на грудь почувствовать их там и может быть поискать какие-то места где вот им лежится как-то лучше на животе на груди можем почувствовать дыхание как бы изнутри и снаружи одновременно как дышится сейчас плотность касания дыхание тепло может быть возникает потихонечку проявляется между руками и телом и затем вот так чувствуем просто физически сначала составляющую плотность тепло дыхание можем пойти как будто бы глубже вот в это наш шестой канал нашего эмоционального переживания нашу код знать контакта с собой как с бытием вот я есть вот это чувство переживания что я есть прямо сейчас у меня нет ни в какое другое время кроме как сейчас в этом вдохе в этом выдохе вот только сейчас я есть сейчас сейчас вот это чувство бытия текущего ежемгновенного бытия вот его здесь мы тоже касаемся когда мы этого касаемся то можем также вспомнить о том что для нас важно вот если такой себе задать вопрос а что для меня важно вообще какие ценности я проживаю ради чего я живу может быть какие-то отношения с людьми может быть свобода может быть чувство дома может быть очень разные могут быть ценности если мы обратимся к этому чувству к этому вопросу а что для меня важно по жизни в течение достаточно долгих периодов жизни вот сейчас периоды жизни которые проживают сейчас тогда мы можем знаете обратиться в какой-то протяженности времени вот не только сейчас но и не знаю например сегодняшний день или ближайшие дни сейчас мы не можем загадывать надолго вот если ближайшие дни хотя бы охватить тогда мы можем вспомнить а что важно мне воплощать собой вот своими действиями своей жизнью причем заботиться я называю это областью заботы областью ответственности областью воплощение может быть еще вот так можем назвать это что я могу воплощать чему я могу давать плоть вот если для меня ценные определенные отношения то как я могу давать им плоть своими действиями если для меня важна свобода например то как я могу давать ей плоть своими действиями в том объеме в который я могу сейчас в том объеме который доступен для меня исходя из того ресурса который у меня есть можем подумать об этом именно попредставлять себе что я могу делать для себя и для других если это как-то приходит вам какие-то варианты простых действий может быть не знаю прибраться в комнате написать кому-то поговорить с кем-то еще что-то сделать сделать хорошо свою работу какую-то если она вы ее любите на считать ее важной говорить с близким человеком так далее так далее какие-то простые действия которые можете делать но можем вспоминать что они важны нам именно потому что они воплощают наши ценности можем искать смысл в этом более глубокий смысл чем просто поседневная рутина я уже сделал глубокий вдох мягкий выдох как-то так впитать это себя как-то конечно к этому можно возвращаться к этому памятование о том что все это важно для меня затем предлагаю одну руку вытянуть вперед ладонью как бы открыв ее к миру вот когда одна рука остается на теле другая направлена к миру сам этот жест если мы его наполним собой если мы его прочувствуем как-то вот что я одновременно с собой я в центре я здесь и одновременно открыт или открыто к миру я взаимодействую с ним я нахожусь в контакте с ним и дальше мы можем сделать такое пожелание себе и миру которое захочется сделать сейчас которое вы посчитаете важным сделать я произнесу свои слова можете повторять за мной или лучше если вы будете формулировать это как-то по-своему переводя на какой-то свой внутренний язык я желаю себе мира желаю мира в своем сердце желаю мира в своей душе и желаю всем людям мира реального физического мира чтобы война остановилась так же мира в их душах в их сердцах я желаю себе успокоения я желаю людям успокоения я желаю себе жизни энергии жизненной энергии течения чувствования этой жизни желаю людям чувствования течения жизненной энергии желаю себе здоровья я желаю всем людям здоровья Желаю всем живым существам здоровья. Желаю себе свободы. Желаю всем живым существам свободы. Желаю себе устойчивости. Желаю всем живым существам устойчивости, стабильности. Желаю себе смелости. Желаю всем людям, всем живым существам смелости, храбрости, энергии. Может быть вам придет еще что-то. Желаю себе любви, желаю всем живым существам любви. Может быть, вам придет еще что-то. И желайте, пожелайте. И когда вы желаете, если вы делаете это как-то, наполняете слова в этой энергии, чувствам, намерениям, то это может как-то действовать на вас прямо сейчас. Хорошо. Давайте отпустим все слова постепенно. Еще чуть-чуть побудем просто вот так с этим жестом, с этим чувством, текущим переживанием. Потом вернем ту руку, вытянутую на себя, положим и почувствуем еще вот это прикосновение к себе. Вот я здесь, вы здесь. И потом начнем как-то растирать себя по всему телу. Вот распределяя, так размазывая, распределяя, тереть где-то, помять какие-то участки, которые затекли. Подвигаться, потянуться, может быть, позевать еще. Как-то вот как захочется сейчас. И потом, если глаза закрыты, до сих пор открыть их. Еще раз посмотреть вот через этот визуальный канал, встретиться с миром, как он сейчас видится, ваше пространство, ваша комната. Послушать, может быть, немножко еще. И потом можем обратиться уже к экранам. И последняя наша часть, не менее важная, чем все эти упражнения. На 20 можем поговорить, как вы сегодня, как не только вот эти упражнения на вас действуют, но и как вы вообще в целом себя чувствуете, как вы проживаете сейчас свою жизнь, что происходит. Да, Наташа. Я долго, я проснулась позже и долго не решалась включать эфир. Вот. И думала, что я скажу. Вроде мне хочется сказать что-то такое. Вроде как... В общем, вчера был 21 день по шкале психического стресса. И действительно, как-то вчера меня накрыло. Если образом это состояние, это как, когда человек замерзает, и он уже сдается, он садится, и ему кажется, что тепло, ангелы, и ничего не нужно делать. Вот. Я даже прошлую ночь спала, слыша взрывы, даже не вставала. Вот. И это было не бесстрашие, не вера в Бога, а просто вот это состояние, когда уже как-то... Я это отследила в себе. И вот вчера в такой день я вот хотела как-то минимализировать контакты, но все равно, конечно, какие-то были звонки, разговоры. А вечером случилось вот это... Я не знаю даже, как его назвать. В Мариуполе, который уже растерзан до последнего, я не знаю, была сброшена бомба на театр, театр, в котором ютились тысячи людей, женщин с детьми. И я хорошо помню этот город, потому что я впервые в него приехала прошлой осенью. У нас был там фестиваль. И я много ходила по городу, очень много снимала. И сейчас у меня, вот что называется, в третьем глазе постоянно идут эти картинки этого города. Я не могу остановить этот, как он называется, калейдоскоп. И вы можете представить, вот что сейчас происходит в украинском, как бы, ну, в пространстве чувств украинских. Там очень много ненависти. И я ее слышу. Она очень близко подошла к моему сердцу. Может быть, поэтому я не решалась заходить сюда. А потом поняла, что это моя битва, в том смысле, что не допустить этого. И сегодня такой день, вот как я вижу по состоянию своему. Я вот присоединилась, когда мы дышали, вот этот вкус дыхания. И дыхание очень тяжелое. Там не до вкуса никакого. И я словила себя на том, что вот тело сейчас в состоянии, как было в первый день. Вот такой же ступор, тяжесть дыхания. И получается этот цикл, как бы, 21. А потом, вроде, все начинается опять с первого. Естественно, что нет такого, как бы, ступора, который был в первый день. Ну, вот другое состояние, о котором я говорю вам. О том, что подступают вот эти темные воды уже очень близко. Стоишь изо всех сил. Как-то, знаете, многие вот те подпорки, которые держали, они, естественно, как бы сказать, они все равно вроде из головы. Ты себе, ну, какие-то вот эти мироустройства, да. Вот ты же как-то себе объясняешь, почему все это происходит. И да, есть какие-то варианты, которые вроде бы приемлемы. И ты это можешь понять, что вот, как это по-русски, бурление, бурление миров происходит вот таким образом. И так проявляется на физическом мире и так далее. Но по-человечески это очень тяжело. Вот я даже поняла, я вот молюсь и христианские молитвы тоже. И я вдруг себя словила на том, что я уже как бы не могу обращаться к милосердному Богу. Потому что я вот реально словила вот этот, вот этот импульс себе, как бы, который, ну, много есть в культуре. Когда как можно обращаться, когда такое творится. То есть как молиться, как бы, как... То есть тут еще вот на данном этапе еще происходит вот это, как я понимаю, прояснение, про чищение своих каких-то просто базовых основ мироощущений, мироустройства, как бы, на чем ты стоишь. Что... Потому что ничто неправдивое, искусственное просто не удержится. Оно все отлетает. Сегодня я прочла пост одной своей приятельницы, журналистки, волонтеру, активистки. Она написала про такой рассказик о... Я даже имя не хочу его произносить. Ну, вы понимаете, о ком я и говорю. И что девочка маленькая разговаривает со смертью и говорит, почему ты его не забираешь? Ведь столько людей желает ему смерти. А ты забираешь других, а его не забираешь. А смерть отвечает, говорит, я не знаю, как придумать ему его ад. Вот какой-то нужен особый ад. А девочка говорит, я знаю, какой. И смерть говорит, хорошо, я выслушаю, только не проси меня вернуть своих близких и свою кошку Соню. И вот потом такая картинка, что стоит прекрасная страна. Прекрасный город золотой, но посередине стоит черная скала. И в этой скале в черной замуровано вот это. И вот это его персональный ад. Видеть вокруг себя цветущую землю. прекрасную, новую, возрожденную. И там еще в конце, что эта скала меняет свет. Как только зло начинает проникать в мир, в наши сердца, эта скала начинает сеять и светлеть. очень хочется, чтобы наши сердца не потемнели. И мое тоже, потому что это очень тяжело. Спасибо, Наташа. Сейчас предлагаю просто узнать, есть разные ритуалы. Вот есть ритуал, который распространен везде, по всему миру. Это ритуал молчания. Просто в течение какого-то минуты вспомнить тех людей, которые вчера погибли. Уже погибло много за это время, за время войны. Вчера произошла сегодня еще одна. Еще один всплеск этой трагедии. Мне кажется, вы сказали очень важные слова по поводу того, чтобы как нам делать так, чтобы наши сердца не становились черными, от контакта с этой трагедией. Я не знаю тут каких-то универсальных способов, но мне кажется, это может быть вопросом для каждого из нас. Потому что если я не могу лично, я как один человек, повлиять на весь этот ужас происходящий в мире сейчас, то, что я могу сделать в том круге, который есть вокруг меня. Знаете, есть там круг света какой-то. Что прямо здесь. Какой круг я могу осветить собой, своей жизнью, вот здесь. Как я могу спасти свое сердце. Вот это может быть наша задача. Пишут, Сергей Сережа написал, спасибо Наташа. Лиза написала, Наташа, обнимаю вас и плачу с вами. Хорошо, еще кто-то хочет сказать что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Балтия Лена, я из России. И я давно хотела сказать, мне кажется, это неуместно всегда, потому что такие люди приходят, такие честные, такие открытые, такие мужественные. Но я все-таки хочу сказать, для меня это для самой важно. Я хочу выразить благодарность за то, что вы, Валерий, и все участники этих встреч, облачный санг и вообще все, за то, что вы помогаете мне увидеть ситуацию сейчас, увидеть Украину, обрести, что Украина для меня обретает лицо. Я не могу читать новости, для меня новости, это слишком тяжело, поэтому я узнаю о случившемся от вас, с этих встреч, от Вити Ширяева еще тоже. И именно у меня никогда не было ни родственников, ни близких друзей, ни вообще каких-то живых знакомых на Украине. И вот благодаря ваших практик они у меня появились. Первым это была Вера, ваша помощница, и Витя тоже Ширяев с Машей. И вот именно вот это ощущение, Лис, еще я смотрю ваши подкасты Дхарма военного времени сейчас, и каждый участник подкаста, который говорит, я слушаю их все, а он для меня очередное лицо украинского народа, этой страны. И мне гораздо проще проявлять сострадание, проявлять какие-то теплые чувства, когда страна обретает лицо, разные лица. Я невероятно благодарна за то, что это позволяет мне формировать свою четкую позицию. У меня всегда была позиция против войны, я против войны как явление, но в данной ситуации, так как я нахожусь в России, мне было очень сложно определить эту позицию. И вот именно участие в этих встречах, голоса реальных живых людей, одноволновых для меня важных и теплых, они позволяют мне сформировать эту позицию. И я сейчас, вот сегодня, я четко уже была готова сказать с утра о том, что я, несмотря на то, что я нахожусь в России, я искренне желаю победы украинскому народу, что бы это ни значило. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Да, для меня лично, почему я начал говорить вот так, ну, у меня как раз много друзей, и я и говорю со своими друзьями, я сейчас каждый день, в общем-то, примерно, там, на связи с, примерно, с 50 украинцами, так или иначе, да, там просто можно сказать, привет, привет, как ты, где, как ты сейчас, или там созвоны, или какие-то более долгие разговоры. И для меня как раз было важно, что вот этот контакт сохранять живой, и действительно, ну, вот, когда я начал делать эти подкасты, именно, чтобы давать голос, и чтобы мы могли узнавать о происходящем не через новости, новость – это тоже важно, и хорошо, и правильно смотреть там, и узнавать общую ситуацию, и ситуацию конкретные происшествия, конкретные события. И, ну, тем не менее, для меня как раз очень важен этот живой контакт, и то, что люди говорят сами из того положения, из того места, из того состояния, в котором они сейчас находятся. И вот это, ну, для меня это какая-то живая связь, и такое живое именно отношение тут возникает, может возникать, во всяком случае. Поэтому вот я именно решил это делать так, и я рад, что это кого-то тоже поддерживает, причем в разных странах, в разных участках там мира. И у меня там вот сегодня люди сейчас начинают как-то говорить об этом, писать, и я понимаю, что это как бы так не зря. Не только для меня одного – это важно. Так что спасибо, Елена, вам. Хорошо. Еще кто-то хочет сказать что-то? Сереж, ты, да? Да, спасибо большое. Да, спасибо большое. Наташа, я хочу, наверное, сказать вам, сейчас, прежде всего, я верю, что, когда все это наступит мир, то мы с вами встретимся вживую, вот, и сможем и мы ездить в вашу страну прекрасную, чтобы вы к нам, чтобы здесь не было после того, как все это закончится. Вот, я бы хотел еще сказать, я прошу прощения, если это, может быть, будет неуместно сейчас, вот, что вот то, что вот, Наташа, вы описывали про подступающие темные воды ненависти. У меня, ну, было похоже, ну, если смотреть из внутренней перспективы, воскресенье, вот, я был со старшим сыном на соревнованиях, его соревнованиях в Москве, вот, и я просто сидел, смотрел, как дети делают как бы самозабленно, вот, и вдруг меня накрыло такой волной какой-то такой совершенно черной ненависть и отчаяние, что, ну, ну, в общем, я не могу это объяснить никак. Я могу только сказать, что на следующий день я подходил к дому, вот, возвращаясь в дел, и рядом у нас маленький магазинчик на первом этаже продуктовый, фрукты продают. Вот, там стояла машина не с московскими номерами, машина, которая, очевидно, привезла какие-то продукты. Вот, и как бы на этой машине сзади была типа наклейки с известным нам всем зловещим символом и слоганом. Я не хочу это здесь повторять. Я думаю, так все прекрасно знают, что это такое. Вот, и я думаю, что если бы по какой-то причине... Вот, у меня, ну, как я не знаю, вот в Америке люди носят оружие, да? Вот, если бы у меня с собой было надражено оружие, то я не знаю, я бы мог... Ну, короче, им вот... Ну, то есть в глазах темнеет, и все вот... Не остается ничего, кроме вот этого желания абсолютно. Вот, и... Ну, я не знаю, как высказать свою поддержку. Она, наверное, не может быть адекватной. Ну, вот... Ну, вот, я как бы знаю, что много людей вокруг меня. Они... В общем, короче говоря, остаются людьми в этом во всем и не поддаются этому черному кошмару, который льется на нас здесь, в Москве. Потому что, ну, по крайней мере, вот мое ощущение того, что сейчас в Москве. Вот, это такое вот некая сумасшедшая паранойя. Она такая подспудная пока. Но она есть, я не знаю, вот как еще это объяснить. То есть пока все тихо, как бы там, где тихо. Вот, и... Ну, очень трудно определить себя в этом. Вот. Как-то действовать, потому что есть разные обязательства. Ну, вот, но... Ладно, извините, я больше не могу говорить. Я, на самом деле, совсем другое хотел сказать, но это уже не важно. Спасибо. Ну, я... Ну, да, и Валера, я хочу сказать спасибо тебе, что... Так же, как Ильена сказала, ты организуешь это пространство. Это, на самом деле, безумно важно сейчас, чтобы не спятить. Вот, потому что вот эта вот разделенность, да, то есть... То есть, с одной стороны, вот этот вот... Как вот ты говорил сейчас про каналы, да, когда мы говорили. И вот, как бы, есть вот телесные каналы, есть вот эмоциональный канал. И этот эмоциональный канал, ну, вот я, по крайней мере, так всегда воспринимаю, что в эмоциональном канале я всегда живу достаточно сильно в будущем. Да? Вот, а предполагаемое будущее сейчас, сами понимаете, какое. Вот. И вот этот вот разрыв, плюс, как бы, вот этот некий фон, который сейчас у нас существует, параноидальный, он способен, я думаю, многих вывести из равновесия. Хотя некоторые, конечно, уходят в такое глухое отрицание. Ну, вот, это тоже отдельная такая штука. Сейчас придется как-то справляться. Но я не знаю других способов, кроме как говорить. Вот, в том... Вот, собственно, вот поэтому этот круг, он настолько вот... Потому что мы здесь все, и в том числе, вот, как Наташа, люди, которые непосредственно в зоне боевых действий. Вот, и... Вот, я на самом деле, вот, по поводу вот вчерашней трагедии в Мариуполе, я сегодня открывал новостную ленту с утра, но я... Знаете, как это возможно? Я просто не понял. Да, я вот прочел заголовок. И... То есть, вот... Это, видимо, психика защищает... Вот, ладно, все, извините. Я все сказал. Спасибо, Сережа. Спасибо, Сережа. Наташа, вот, пишут тебе... Сережа, держу за руку. Спасибо. Спасибо, что для вас важно тоже это пространство, потому что оно важно лично для меня. И не я его создаю, а мы его создаем. И то, что вы здесь приходите сюда, несмотря ни на что. И... Украинцы, россияне... У каждого своя ноша и своя часть трагедии. Я вчера, знаете, разговаривал тоже еще с одной семьей из Киева. Они остаются в Киеве. Их там... Сколько их там? Четверо человек. Один кот. И... Вот они говорили, знаете... Ну, вот, Лала, там, женщина, мать семейства. Она говорила, что... Такую важную вещь, как мне кажется, сказала, что... Ну, вот у нее какая-то своя такая духовная система, такого эзотерического христианства. И она сказала, что вот, ну, как бы она верит. Она верит в то, что... Что же... Вот... Ходит куда-то дальше. Да, при смерти тела, при смерти всего, фактически, всего, что здесь может быть, вот в этом мире. Здесь все умирает. Рано или поздно здесь все умирает. Все умирают. Каждый из нас умрет. Ситуации какие-то жизненные уходят. Что-то... Прошлое постоянно уходит. И... А что же... Есть ли что-то, что остается? И вот для нее, как она сказала, остается достоинство. Достоинство. И достоинство души. Вот так она это называет. Достоинство, которое остается даже после смерти. И вот если что-то дальше движется, то это достоинство. И тогда, если мы... Ну, я не знаю, как... Для нее это прям такая реальность, да? Вот именно в духовном смысле. Но мы можем увидеть это как... А что сейчас, да? Может быть, даже не во временной перспективе. Как Сережа сказал, что ты привык жить во многом в будущем. И мы все так или иначе заглядываем в это будущее. Но... Моя личная практика... Это возвращаться к настоящему. Прямо неуклонно возвращаться. То есть, это вот такое то, что культивируется там в дзянском пути. Я иду этим путем. Но, опять же, если я возвращаюсь к тому, что сейчас, что для меня сейчас важно сохранять. То есть, это одно из качеств именно достоинства. Человеческое достоинство. Достоинство живого человека. В той ситуации, в которой я нахожусь конкретно. И у каждого из нас здесь свой вызов для этого достоинства. В этом смысле там у украинцев сейчас, может быть, есть вот эта внутренняя большая степень опоры на это достоинство. В том смысле, что за ними моральная правота. И при всем ужасе такого вот физического уничтожения, реального вот... Ну, как подступания смерти прямо рядом, физической смерти и разрушения всего мира вокруг. Вот есть это действительно переживание достоинства и переживание моральной правоты, которые поддерживают, конечно же, внутреннюю, которые ведет сквозь смерть. Русиан, которые находятся внутри России, сейчас своя битва. И вот это сохранение достоинства там, где его сложнее всего сохранить. В чувстве вины, в чувстве вот этой черной ненависти, когда, как вот у нас Оля, тоже одна из наших участниц, сказала, что я чувствую, что мою страну оккупировал мой народ. Ну, вот, наверное, сейчас можно сказать, что две войны происходят одновременно. В Украине война вот с внешним врагом, захватывающим страну. А в России гражданская война идет уже, может быть, пока в холодной форме. И хорошо бы, чтобы она не перешла в горячую. Но она идет внутри, внутри многих людей. И через семьи проходит. И вот здесь сохранять это достоинство. И здесь сохранять свое сердце. И то, что какой-то свет, который мы можем сберечь там. Вот в чем, может быть, наша задача на каком-то нашем внутреннем фронте. И то, что ты, Сережа, сказал, что важно говорить. Да, может быть, неумело. Может быть, сейчас действительно все слова, которые мы говорим, нам они кажутся сами фальшивыми или какими-то неподходящими. Или как вообще друг с другом говорить сейчас. Непонятно абсолютно. Но мне кажется, важно, что мы слышим, слушаем. Даже вот все это, кажущееся нам... Ну, все со всеми этими трудностями словесного какого-то выражения. Но мы можем распознавать, что за этими словами стоит что-то более глубокое, невысказанное, невысказываемое, где есть невозможность этого высказать словами. Тем не менее, мы можем это считывать как-то. Даже просто то, что мы сюда приходим, в это пространство. То, что мы встречаемся по-прежнему, мы продолжаем это делать. Само это, наше присутствие, может быть, очень важно. Сережа написал, тут еще важно беречь связи. Да, для меня это лично важно. Я, собственно, говорю, что все, что я здесь делаю, это пространство и мои там подкасты и просто вот эти разговоры с людьми. Сейчас я понимаю, что вот у меня есть набор какой-то ценности, я прям как-то их специально даже выписывал, время от времени выписываю. Одна из них – это дружба на то, что я опираюсь в течение всей жизни. Дружба в разных ее аспектах, там дружественность в целом. И вот если это дружба, если это ценность, то ее надо хоронить, ее надо сберегать, ее надо лелеять, беречь действительно вот так. Сейчас, когда она подвергается такой угрозе, что связи эти могут рваться, они рвутся, то вот тогда вопрос, как я могу это сберечь, что я могу сделать для того, чтобы постараться сберечь. Не факт, что получится. Не факт, потому что если мы говорим о дружбе, она исходит из двух. В дружбе всегда есть два конца. Я здесь, а ты там. И вот эта связь между нами. И она сейчас рвется, она подвергается угрозе. Да как я лично могу со своего конца попытаться это сберечь? Что я могу сделать для этого? Сережа, важно беречь связи, даже если кажется, что другой человек на другой стороне. Окей, давайте потихонечку завершать. Так, Настя, для меня тоже с наступлением войны высветилась огромная первичная ценность в людях. Спасибо. Давайте мы можем еще так еще как-то взглянуть друг на друга. как тут видим лица и имена. И послать какое-то пожелание друг другу. Скорейшего мира. Мира в душе, мира в наших человеческих связях и мира в большом мире. Спасибо, что вы приходите. Спасибо, что вы здесь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok